В бою за социалистическую родину верный воинской присяги, проявив геройство и мужество, был убит 15 марта 1942 года. Свидетельств о подвигах Алексея Сычевского уроженца Новоселовского района Красноярского края осталось немного. Две фотографии и похоронка. Сергей Сычевский, племянник павшего героя, хранит их как сокровища. Алексей Карпович был призван в ряды Красной Армии в 1938 году, но вместо демобилизации был отправлен на фронт. Куда попал изначально, неизвестно. В начале войны фронтовая почта часто терялась, и писем Алексея Сычевского не сохранилось. Известно только, как погиб герой. У наших было там контрнаступление, ну, большая заварушка там. В то время я командовал Манштейн, и он в танке. Не сразу погиб, а был танково подбит. Его вытащили. Ну, была очень большая степень ожогов кожи. Понятно, наше бы время его бы-то спасли. Похоронен Алексей Сычевский в Крыму, в братской могиле, близ села Южное. Сам Сергей Васильевич ни разу не был на могиле дяди. Ездил туда только его отец, Василий Карпович Сычевский. Он тоже воевал на полях Великой Отечественной. Получил медаль за участие в битве за Сталинград. Участвовал в сражении на Курской дуге и освобождении Белоруссии, где получил свое третье ранение, после чего был комиссован. Уже в 70-е годы герой Курской битвы из Сталинграда Василий Сычевский приехал на могилу родного брата. Съездили они туда, и он взял, у него был мешочек, и взял оттуда он земли, она такая красноватая, бурая. То есть мамы их уже не было, и вот он привез на могилку и сказал, вот тебе земелька от твоего старшего брата. У Сергея Васильевича сейчас подрастает сын. Сычевский старший надеется, что через год-два сможет и сам поехать к братской могиле, где лежит его дядя. Хочет установить там небольшую памятную табличку с именем. Услышав о проекте нашего телеканала, решила рассказать историю своей семьи и попросить по возможности участников пробега «Автопатриоты» побывать на месте, где похоронен Алексей Карпович Сычевский. Этот пробег посвящен Великой Победе, ее 70-летию. Мы бережно сопираем истории со всей территории Красноярского края. И на пути своего следования пробега мы будем возлагать цветы и чтить память всех тех, кто воевал в тех местах. История, которую рассказал нам Сергей Сычевский, лишь одна из многих, которые есть почти в каждой семье Красноярского края. Мы просим телезрителей, рассказывайте нам о своих родственниках-героях, воевавших в далеком Крыму. Звоните нам по телефону 282-9175. Пишите в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук», а также на сайт «Автопатриоты РФ». И пусть подвиги героев не будут забыты. Сергей Сеславин, Александр Ермошенко, Сергей Камашев. Новости.